Друзья, привет! А вы задумывались когда-то, что еженедельник может изменить вашу жизнь полностью? Многие из вас, я уверена, даже не знают, зачем он и что это такое. И в этом видео я хочу поговорить с вами именно на эту тему. Если вы, как и многие, считаете, что это пустая трата времени, проходите мимо. Я больше в этом видео расскажу, как я открыла еженедельник для себя. Расскажу, какие возможности открывает этот простой инструмент. И почему все успешные люди ведут еженедельник. Начать хочу с простого. Что именно я пишу в своем еженедельнике? И как написанное мною потом воплощается в реальную жизнь? В первую очередь, на каждый день я опишу свой план. Что, во сколько мне нужно сделать. Это очень помогает не отвлекаться на различные соцсети и другое, а сделать определенную работу. Во-вторых, у меня есть еще две дополнительные графы. Одна из них – это мои идеи. Для меня это очень важно, так как идея может прийти, и не записав ее сразу же, этой возможности может уже и не быть. А потом, через время, вы увидите, как другой человек успешно ее воплотил. Самое интересное, то, как только у меня появилась графа для идей, если раньше я этого не замечала, то сейчас в день мне приходят от пяти до семи очень интересных идей. Тут же ниже, во второй графе, я записываю то, о чем я узнала сегодня. Обычно это то, что очень для меня интересно, и я хочу получить более подробную информацию. Но сейчас, так как я занята, не могу. И поэтому, чтобы заняться этим в свое свободное время, я записываю это в отдельной графе. А когда у меня появится свободное время, то я смогу уделить этому внимание. Например, чат GPT. Когда попалась эта информация мне под руки, я ее быстро записала себе в дневник, и потом в свободное время смогла более детально изучить, что же это такое. Кстати, очень рекомендую вам тоже. Искусственный интеллект в разных видах, который помогает не только создавать видео, рисует картины, пишет текст, создает сайты, и очень много интересного. Хотя мне по душе, конечно, интереснее напрямую общаться с вами. Еще одна важная запись, которую я делаю. Это запись на следующую неделю. И перед началом каждой недели я обязательно это прописываю. Это мои цели. Ну а теперь я расскажу, как же все это работает. Когда мы свои мысли записываем на бумагу, происходит удивительный процесс. Я с этим столкнулась и поняла, как это работает. И теперь я очень заинтересована в введении своего еженедельника, так как результат меня очень поразил. Может, вы и ввели раньше еженедельник, так же, как и я его ввела, но записывать нужно именно то, что я сейчас вам рассказала. Цели, планы на день, идеи, интересную информацию. Смотрите, что происходит. Когда мы концентрируемся на какой-то мысли, на какой-то цели, на каком-то своем задании, то ваш мозг начинает работать в этом направлении. И прописав определенные действия на день, вы дали сигнал своему мозгу обращать внимание именно на эти детали в течение дня. Это объяснение, если вы скептик. Если нет, то по-другому это объясню так. Вы концентрируете на чем-то свое внимание. И Вселенная отдает вам подсказки. Она будет целый день указывать вам на то, что для вас и интересно. Иногда это выглядит настолько удивительно. И со мной такое происходит постоянно. Приведу пример на своих целях. Как только я прописала одну из целей инвестирования, самое удивительное это то, что в течение трех недель ко мне пришел ответ. И удивительным образом появился такой человек, который помог мне это сделать. И это не только с этой целью. Так происходит постоянно. Я могу привести очень много примеров. Еженедельник я веду уже более полгода. Изменения, которые появились в моей жизни, они меня очень удивляют. Если сказать простым языком, что после того, как я начала прописывать свои цели и раз в неделю обновлять их, у меня цель начала видоизменяться. То есть цель, я думаю, ваша любая цель, она изначально имеет какой-то неопределенный образ. Но в процессе его прописывания каждую неделю она настолько видоизменяется и приобретает более реальный вид и более реальные возможности, которые ты начинаешь не только понимать, как можно реализовать, но и включаешься в этот интересный процесс. И она начинает работать даже не из-за того, что я начинала прилагать какие-то очень большие для этого усилия. Просто в голову приходят новые идеи. Тебе попадаются люди, которые начинают говорить с тобой на эту тему, которые предлагают тебе свою помощь и которым тоже это очень интересно. Именно все это я называю мистикой. Либо по-другому это можно назвать помощь свыше. Если ты посылаешь посыл какой-то вовне, во Вселенную, и если этот посыл послан с любовью, да, кстати, именно это так и работает, то ты обязательно получишь обратную связь. Это я вам гарантирую 100%. В течение своей жизни я это наблюдала очень большое количество раз. И каждый раз меня это настолько удивляло. и поэтому могу об этом говорить с полной уверенностью. Идея. Большую роль играет идея. Записана идея, так как многие из них я уже воплотила в свои видео, в свою жизнь. А те идеи, которые я раньше не записывала, получалось так, что тебя осенило, но ты не зафиксировал этот результат. У меня было очень много таких моментов, и ты сидишь потом, пытаешься вспомнить, что же это было. Но все безрезультативно. И, конечно, когда у тебя под рукой записаны интересные вещи, которые тебе попали в течение дня, и которые ты хочешь изучить, узнать, записав их, ты можешь вернуться к ним в свое свободное время и развить себя в этой области. И хочу вам сказать, что обычно все это взаимосвязано между собой. Цель, план на день, интересная информация, идеи, которые пришли в течение дня. И очень глупо не вести еженедельник. Это я поняла лично для себя. У меня раньше тоже не было еженедельника, и получалось так, что я сейчас свою прошлую жизнь могу сравнить с тем, как человек, который заблудился, у которого нет компаса. То есть ты постоянно движешься в каком-то направлении, ты что-то постоянно делаешь, большое количество работы, но она не ведет тебя к той цели, которая тебе надо. Она не дает никакого результата. Ты не можешь понять, зачем ты это делаешь. Сравнив себя до и после, это огромная разница. И я понимаю, что мне нужно сейчас, четко понимаю. И когда у меня было все, был дом, был бизнес, у меня не было этого четкого пути, у меня не было четкого понятия, что мне нужно. И вот это именно встряска, которую я прошла, пройдя все вот эти события, я понимаю, для чего это было со мною сделано, для чего оно мне нужно. И вы знаете, я благодарна Богу в данный момент за то, что в моей жизни появилось очень много нового. И в первую очередь я стала работать над собой. Я стала делать то, что я не делала раньше в своей жизни. И я понимаю, что это правильный путь. Поэтому начните с еженедельника и вы через месяц увидите, насколько ваша жизнь изменится.